Всем привет! Черный или зеленый? Услышав два этих цвета, какие ассоциации всплывают у вас в голове? Конечно, вы подумали про чай, а если не про него, то о чем вы подумали? Нет ничего лучше, чем чашечка горячего ароматного напитка в осенний прохладный день. Ну так сегодня идеальный день для того, чтобы устроить спонтанное чаепитие. Это не мне в голову пришла такая мысль, к сожалению, а так рекомендуют сделать мой специальный календарь праздников. Даты поглядели, а теперь самое время за чашечкой вкусного чая посмотреть целую стопку архивных газет, чтобы найти парочку интересных фактов об Ангарске 21 сентября только в прошлом. В октябре 1986 года ангарской милиции исполняется 35 лет. Комитет комсомола принимает решение создать к этой дате Музей ангарской милиции. Просим сотрудников и ветеранов оказать помощь в сборе экспонатов. Было бы увлекательно, познавательно и действительно интересно соорудить музей в формате квест-комнаты. Это модное сейчас словосочетание означает сюжетную интеллектуальную игру, где с помощью логики, внимательности и прочих навыков можно выполнить задания. Чаще всего целью является выбраться из определенного места, решая головоломки. Ну здорово же! Представляете, какой интерес вызвал бы такой музей у молодежи? Создаешь лже-преступление и даешь час на его решение. Пока гости в музее увлечены игрой и поиском преступника, параллельно узнают многие факты об ангарской милиции. А если такого рода занятия не по душе, могу предложить вам путешествие. Очередная встреча состоится 21 сентября 1979 года и будет посвящена путешествию на лодке по Байкалу вдоль западного берега по Верхней Ангаре. Со словом «лодка» лично у меня ассоциация небольшого судна, где помещаются до пяти человек. А звучит так грандиозно «встреча о путешествии», а на деле небольшая водная прогулка. Хотя я, может быть, что-то не так поняла? В любом случае встреча таковая состоялась и, соответственно, само путешествие тоже. На морских просторах можно встретить водные судна с именами городов нашей страны. Одно из таких – грузовой теплоход «Ангарск» грузоподъемностью 6000 тонн. Интереснее то, что теплоход не просто носит имя нашего города, а еще и историю в виде маленького музея в одной из кают. Сегодня уже прохладно путешествовать по воде, поэтому пускай вашим путешествием будет поход за очередной кружечкой чая. Позовите гостей, поставьте на стол самое вкусное варенье и делитесь интересными историями друг с другом.